Я хочу немного приободрить вас, показать другую точку зрения. Вы, ребята, аль-хамду-ли-лях, в средней школе или колледже, и у вас впереди целая карьера, семейная жизнь, и у вас в жизни не за горами множество важных решений. И я хочу, чтобы вы подумали, для себя сделаете это только для себя. Я бы хотел, чтобы вы задумались, какое наследие вы оставляете миру, когда вы вот-вот женитесь. Знаю, она симпатична, и вы по ней с ума сходите, и все такое. Но кроме этого, она должна быть хорошей матерью, такой девушкой, от которой бы тебе хотелось детей растить. Да таких детей, которые и через долгое время после твоей кончины будут читать намаз, будут понимать истину ислама, которые будут факелоносцами справедливости и истины в этом обществе, что бы ни случилось. Будут ли они такими детьми? Такое решение, как женитьба, решение, какую вы выберете карьеру, вы должны откалибровать свои мысли. Вы должны размышлять на высокой планке, что вы собираетесь оставить след. Искренне спросите Аллаха, как вы можете послужить его религии? В какой форме вы можете быть силой добра? Принести добро миру. И Аллах, иншаллах, откроет вам эту дверь. Будь это сфера медицины или инженерии, неважно. Даже не религиозная сфера. Если вы входите в какую-то сферу, будьте в ней лучшими, вот чего требует ислам. Собираетесь стать программистом? Так не будьте плохим программистом, пишущим плохой код. Станьте лучшим. Пойдете в медицину, станьте лучшими в своем классе. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok